Республика Готова Республики, как пройдет День Победы в Хакасии, знает Константин Кравцов. Героям павшим и живым салют! Автоматные выстрелы гремят в Абакане едва ли не каждый день. Но здесь никакой тревоги, все торжественно. Многим известно, что Республиканский День Победы в этом году поменял формат. Кроме традиционного ритуала памяти, у Вечного Огня впервые торжественный парад на Первомайской площади. Участие в нем примут полтысячи военных. Об этом сегодня говорили в Сером доме. Генеральная репетиция назначена на завтра. Установка военной техники по движению с 5.30 утра до 6.30 в район Первомайской площади совместно с ГИБДД. После того, как мы расставим технику, будет принято окончательное решение по количеству ее. Отдельное внимание ветеранам. В праздники примут участие 89 человек. Запланирован торжественный прием главы Хакасии. Усиленное дежурство несут все экстренные службы. Более тысячи человек. По республике пройдет 500 мероприятий. Флэш-мобы, патриотические конкурсы, выставки. В Абакане будет перекрыт практически весь центр до 23 часов. Глава республики уверен, День Победы пройдет так же ярко и торжественно, как праздничный салют, который запланирован на 10 вечера. В нашем отечестве не было страшнее беды, чем Великая Отечественная война. И мы обязаны сделать все, чтобы сохранить историческую правду об этой Великой Победе в памяти ныне живущих и последующих поколений российских людей. Побывать на Республиканском Дне Победы сможет каждый житель Хакасии. Канал «Россия-1» впервые проводит прямую трансляцию праздника. Торжественный марш и ритуал памяти – все самое красивое. Смотрите 9 мая с 9 утра. Еще раз канал «Россия-1». Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Фрагменты фронтовых писем и воспоминания участников Великой Отечественной войны из Хакасии стали основой для нового сборника документов, подготовленного Национальным архивом Республики. Новую книгу выпустили ко Дню Победы. Сегодня состоялась ее презентация. В Национальном архиве Хакасии хранятся более 400 документов, переданных на хранение самими участниками войны и их потомками. Сотрудники архива занимаются сбором материалов уже 15 лет. Особенно бережно хранят письма, листки старые, чернила практически выцвели. В тексте стандартные фразы «Привет с фронта», «Как ваше здоровье», «Со мной все в порядке». В книгу вошли несколько десятков писем и воспоминаний участников войны, наших земляков. К примеру, Николай Журавель прошел всю войну. В сборнике опубликованы его воспоминания о буднях партизанского отряда, где он воевал. Ветерана уже нет в живых. На презентацию пришла его дочь. Огромное спасибо, что помнят, что помнят наших родителей. Вечная им память. Хотелось бы, чтобы молодежь побольше узнала, чтобы эта информация доходила до наших молодых людей, потому что они должны помнить. Они живут сейчас в такое время благодаря нашим родителям. Сборник вышел небольшим тиражом. Первые экземпляры подарили ветеранам и их родственникам. Но познакомиться с письмами и воспоминаниями фронтовиков сможет каждый желающий. По одной книге передадут во все городские и районные библиотеки Хакасии. В Хакасии стартовала ежегодная акция «Георгиевская лента». В Абакане символы победы раздают на центральных улицах. В праздничные дни георгиевскую ленту принято прикалывать на одежду, тем самым отдавать дань уважения ветеранам. В республике в этом году будет распространено около 20 тысяч ленточек. Добавим, что ее цвета, черные и желтые, символизируют дым и пламя, а также смерть и воскрешение. И являются знаком личной доблести солдат на поле боя. До празднования Великой Победы осталось два дня. В честь этой даты наша телекомпания запустила специальный проект «Я помню, я горжусь». В нем жители республики рассказывают истории своих родственников, которые воевали против фашизма. Смотрите рубрику «После новостей». Мы продолжаем. Дорога в школу могла закончиться трагедией. В Абакане на 10-летнего ребенка напали бездомные собаки. В стае бродящих животных на улицах города привычная картина. Как защитить себя и своих детей, узнала Олеся Калиниченко. Этим утром даже в школу опоздала. Недалеко от дома на нее напала стаи бездомных псов. Девочке повезло. Рядом оказались взрослые люди, которые смогли отогнать собак. Я думала, они пробегут мимо, но одна из собак начала лаять. Она бросилась на меня и пыталась меня укусить. Мне стало очень страшно, и я позвонила папе. Когда отец девочки выбежал на улицу, ребенку уже ничего не угрожало. Хотя нет никакой гарантии, что ситуация не повторится. Бездомных псов в этом дворе видят часто. Самым проблемным районом считается Нижняя Согра. Здесь каждый год стаи бродячих животных пополняют брошенные дачные собаки. Тем не менее, по словам старосты микрорайона, в этом году с проблемой удалось справиться. И весьма гуманным способом. И оказалось, что процентов 70 собачек, которые не устраивали жителей, которые бегали по свалкам, которые пытались выхватиться за сумочку, и для отлова которых привлекалась спецавтобаза, оказались собачками хозяйскими. Собственников бродячих псов обязали содержать животных на привязи. После этого количество собак на улицах Согры существенно уменьшилось. Хотя полностью проблема вряд ли когда-нибудь решится. Ни в коем случае не поворачиваться к собакам спиной. Посмотреть, что можно взять в руки. Например, палку. Тот предмет, который зрительно удлиняет руку. Замахиваться на этих собак. То есть нападать первому. В любой стае есть вожак. И вот на эту собаку направить свой акцент в плане нападения. Если эта собака ретируется, то однозначно все другие тоже уже будут отходить. Все эти правила и средства защиты, к сожалению, могут применять только взрослые люди. Дети беззащитны. Ребенок, скорее всего, ни физически, ни морально с ситуацией не справится. Поэтому бороться с бродячими собаками в городе необходимо. А вот каким способом – это уже другой вопрос. Отстрел, стерилизация или строительство приюта. У каждого метода есть свои плюсы и минусы сторонники и противники. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Гидрологическая ситуация на территории Хакасии на сегодняшний день спокойная. Все реки вскрылись и к тому же отмечается снижение уровней воды. Так, на реке Абакан в районе Абазы за сутки уровень упал на 18 сантиметров. И фактически составляет примерно половину от критического. В районе Райкова и города Абакана зафиксировано повышение на несколько сантиметров, но все в пределах нормы. Подобная ситуация и на северных реках региона. В ближайшие дни специалисты Хакасского гидромедцентра ухудшение обстановки не прогнозируют, поскольку обильных осадков не ожидается. На следующей неделе Абакан останется без горячей воды. ТЭЦ проведет традиционные для окончания отопительного сезона гидравлические испытания системы. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 8 часов 14 мая и до 17 числа. Хотя допускается, что сроки будут сокращены. Горячая вода в квартирах появится раньше обозначенной даты. Цель гидравлических испытаний – выявление слабых мест трубопроводов централизованного теплоснабжения. По результатам будут спланированы и проведены ремонтные работы по подготовке к предстоящей зиме. По Хакасским степям на железных конях промчались местные красноярские экстремалы-энтузиасты. Шестеро смельчаков отправились в мотопробег по весеннему бездорожью длиной в полтысячи километров. Наши корреспонденты видели, как это было. Железные кони для того, чтобы скакать по вашим степям. Кроссовые мотоциклы и их четырехколесные братья уже запряжены и готовы в борьбу с распутицей. Последние установки перед стартом. Шестерка экстремалов проделает путь из Абакана до Жемчужного. Никакого асфальта, только степи и свобода. Это просто огромные равнины и очень хорошие сопки. По ним можно идти, не напрягаясь, вверх и вниз. Камней почти нет. В этом весь кайф. Огромные перепады высот, которые начинаются подальше к озеру Шира. Топливо залито, колеса подкачаны, просторы зовут. В жизни каждый из них далеко не экстремал. В большинстве предприниматели. Свою экспедицию, конечно, посвятили годовщине Великой Победы 9 мая. Но этот заезд еще и повод в очередной раз доказать другим и дать пример движения жизни. Кто-то отдыхает на диване, пьет, колется. А мы, вот группа друзей моих, неформалов, решили прокатиться по Хакасии. Собственно говоря, маршрут Абакан, Сорск, Туим, Жемчужный. А завтра планируем вдоль моря вернуться. Интервью Евгений давал на Красном озере, близ Абакана. Отправиться дальше по бездорожью в горы наша съемочная группа без внедорожника не рискнула. Но, а эти ребята уже заявили, в этом сезоне будет еще ни один заезд. А там, глядишь, и единомышленников прибавится. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. 7 мая вошло в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. В связи с этим 7 мая по традиции отмечают праздник работника радиовещания. Радиостанция нашей компании, Радио России Хакасия, выходит в эфир уже в 81 год. Свежие новости и актуальные авторские материалы наших радиокорреспондентов можно услышать на частоте 66,89 УКВ. Традиционно день радио отмечают и работники телевидения. Гостелерадиокомпания поздравляет коллег с праздником. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Я как директор Русского радио хочу поздравить всех с праздником Дню Радио. А к Дню Радио относятся не только радищики, но также все. Все СМИ, все телевизионные каналы, все, что связано со связью, интернет. Желаю хорошей связи связистам, хорошей картинки телевизионщикам и хорошего звукорадийщикам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова